Здравствуйте еще раз. Дорогие участники, я очень рада, что вы на второй день тоже пришли, не спелись, не испугались, выдержали, молодцы. Сегодня наша тема хроматическая драма со всеми ее упражнениями. И сразу скажу, что значимость ее переознать очень трудно. Наверное, встречались, наверное, знаете, что как только встречается еще в музыкальной школе какое-то произведение с хроматическим кусочком, то педагогу сразу нужно понять, что ребенку уже нужно заниматься хроматической гаммой, причем было это где-то год назад, надо было начинать, прежде чем встречается произведение, это хроматический кусочек. В чем, ну, как бы небольшая проблема, в том, что хроматическую гамму любят все, абсолютно точно все дети. Я помню себя, что как только флейка образовалась рубашка, мне так было интересно, а руталисты себе подряд, вообще подряд, вот вообще. Это было очень, ну, так, захватывающе и действительно интересно. А потом дальше, чего мы должны добиться? Мы же должны добиться полного автоматизма исполнения этой самой гаммы. Честно могу сказать, что на моей старой немецкой системе, мне кажется, это немножко более естественно и удобно, чем на тех предметах, на которые вы играете сейчас. Ну, это, как бы, не тема сегодняшнего занятия, но, во всяком случае, сейчас у нас есть две системы, немецкая и французская. И немецкая, как и странно, обратно приобретает какое-то значение. Возможно, она даже вернется. Но та реалия, в которой вы живете, это французская система и нормально все к ней привыкают. Все хорошо. Вот. Назовите мне, кто помнит любое сочинение, которое вы играли с хроматической гаммой, где приходилось в хроматике заниматься. Фантазия, конечно. Это французская гамма точно. Поэтому я сегодня постараюсь много не говорить. Мы побольше с вами позанимаемся, как бы, побыстрее перейдем к занятиям. Но, как ее учить? Естественно, начинаем мы с самого простого. Мы просто разбираем подряд все ноты без... Ну, это к вам, наверное, уже не относится. Это тем, кто только-только начинает. Ну, может быть, Катя. Катя не играла еще, и французская гамма играла. Самое главное, правильная аппликатура, с которой мы разбираемся в самом начале, пока еще темп для нас не играет никакой роли. Выучиваем правильную аппликатуру. То есть, если рев вторую октаву не моль, то открытый палец. Третья октава. Ну, опять же, мы вчера много про третью октаву говорили. Больше внимания уделяйте третьей октаве, октаве, те, кто до нее уже дошел. Если еще, как бы... Вот, Моголизм, да, Моголизм, нельзя третью октаву еще есть? Не вся. Поэтому спокойно занимаешься в первой октаве, во второй, но третью разбирай. Разбирай, как бы, почаще и побыстрее, потому что, ну, не оставляйте на потом. То есть, не оставляйте на потом то, что страшно. Это, ну, наверное, самое главное. Ну, и дальше конкретно уже по упражнениям. Мы играем самое-самое первое, с чего все начинают. Просто прагматическую гамму от ноты до первой октавы до ноты до четвертой. Ну, тут вопрос. У кого-то появилась флейтость ноты Си? Ребята, конечно, используйте ноту Си, если она у вас берется. Особенно, если она не берется, то ей надо бы заниматься ею. И уже подключить ее во все упражнения. То есть, первое, что делают все, играют просто прагматическую гамму. Последнюю ноту, конечно же, протягиваем и тянем столько, насколько хватает дыхания. Хватает на полчаса, отлично, значит тянем полчаса. Это первое, самое простое, но не самое полезное упражнение. Что я сейчас делаю? Я вам показала, что я немножко делаю акцентики на каждой четверочке. Из чего можно сделать? То, что играю я 16-й. Ну, или там вторая, не важно, как назвать. По четыре ноты. Сразу же, не останавливайтесь на каком-то одном ритмическом рисунке. Не играйте только по четыре. Поскольку у нас полутонов 12 в этой, в октаве, в нашей октаве, да? Мы вчера говорили, если посмотрели на фортепиано, то 7 беленьких парышей, 5 черных. 12 полутонов. То они, как уравнение по математике, если посчитать, как можно представить эту цифру 12. Не только как три четверки, но также как четыре тройки, то есть триоли, как две секс-толи. И, собственно, не все. То есть 12 делится на 6, на 3, ну, на 6 и 2, на 3 и на 4. Попробуйте обязательно заниматься всеми этими способами. Зачем это надо? Акценты попадаются на другие совершенно ноты. В пальцах мышцах ощущения уже не те. Это если мы просто берем с ноты до, например, да? То есть, как я показала, по четыре. Берем по три. И так далее. Сейчас специально делаю акцентики, чтобы показать, как это триоличные. Но самое восхитительное. Гамма хроматическая нота не только одно тройка играется. Произведение, когда не только одно тройка играется. Соответственно, самое полезное упражнение, которое было в последние годы, играть от каждой ноты хроматическую гамму. То есть, строить от до до до, от до диез до до диез, от ре до ре. И в этом случае нам не надо играть все время в три октавы, мы берем в две октавы. Вот это важно, запишите, потому что это правда очень хорошая идея, очень хорошая. И таким образом, я вчера говорила, что мы обязательно прорабатываем ритмическими вариантами и штриховыми. Опять же, зачем нам это надо? Ну, естественно, чтобы все отработать, понятное дело. Но, тем не менее, чтобы нам было интересно заниматься. Поэтому не останавливайтесь на каком-то одном упражнении. Если вы сегодня сделали и вы работали гамму 16, то вы просто герои абсолютно. Ну, а каждой ноты от до до до, от до диеза, от первой до до диеза, третий и обратно, от ре до ре, ну и так далее. Последний будет от до второй до до четвертой, да, последнее звено. Завтра возьмите то же самое, но уже не делайте 16, возьмите триолины. Напослезавтра возьмите секстолины. С секстоли я предлагаю лучше играть по две, три днушечки. Потому что триолины тоже играли вчера. То есть триолины, секстоли, думать не надо. И разные штрихи, естественно, мы добавляем. Вчера об этом много говорили. Если это четверки, две леганты, две стаккады, то добавляется разнообразие. Наоборот, две стаккады, две леганты. Первая нотка стаккадная, вторая, третья, сливовная, четвертая отдельная. Сейчас на практике мы с вами все это посмотрим с разными ребятами. И, опять же, напоминаю, самое потрясающее на мой взгляд это упражнение. Это пунктиры и обратные пунктиры. И третья, к ним же мы прям, к ним в компанию дубль-штрих. То есть все можно ими прорабатывать. У вас лучше станут пальцы более четкими, более ровными. Координация пальцев будет лучше. Но одновременно вы обрабатываете еще очень полезные штрихи. Вот этот дубль-штрих, который во всей ритуозной музыке используется. Ну и многое другое. Опять же, когда мы играем разными штрихами, у нас очень хорошо работает голова. Потому что мы думаем не только о нотах, а мы думаем еще о других задачах. Развивается опять же скорость мышления, что любому музыканту необходимы и аркестраду, и солисту аркестраду. Может быть даже особенно, потому что вокруг много чего происходит. Надо успевать за многим следить. И за тем, что вокруг тебя, и то, что делаешь ты, и то, что просит бережок. И так далее. Покажу еще несколько упражнений. Я думаю, что нет смысла мне сейчас их рассказывать отдельно. Наверное, на люди лучше это сделать. Но первым делом представлю вам свою ученицу Анечку Лазарева. Анечка Лазарева, иди. Анечка Лазарева, иди. В классе работал лучше всех. И тоже расскажу, что когда была наша чудесная пандемия, когда мы все перебились на дистанк, очень интересное наблюдение, что в классе, половина класса, как бы почти свелось. То есть люди подумали, что ну то, что я там задаю, то, что нужно записывать, присылать. Это же все равно не думают. Надо, зачем это делать? И появились люди, такие как Аня, и еще несколько человек, которые стали пахать дома. И все вот эти упражнения, вот Аня точно, она мне записывала, присылала. Ребята, вот за эти там три месяца до лета, лично Аня, конкретно Аня, сделала такой скачок, что я думаю, боже мой, сколько оказывается неизведанного, и что ее онлайн можно использовать, ну, в мирных целях. И, ну, просто показатель того, что если человек как-то любимый, то рост, ну, обязательно, просто обязательно, чего я вам всем желаю. Аня будет мне показывать, как она прекрасно, вам будет показывать, как мы прекрасно этим занимаемся, но она точно лучше меня сыграет. Я очень за. Ну вот. Сейчас, Саня, тогда мы все упражнения покажем. Сыграй, пожалуйста, автоматическую гамму, две элеганты, две эстакады, а до 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 16 лет. Сыграй. Ты собрала три октавы, молодец. Сейчас будем разговаривать как двух октав, в этом случае. Теперь одну диеза, триоли. Триоли мы меняем штрихи обычно, так вот, как я играла, три сливованные, первая акцентированная. Так, 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 от до диеза до до диеза. Две. Отлично. От ре сыграем с экстолями, как я рассказывала. Штрих будет такой, две эграды, четыре эстакады. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. От ре, от ре. Два. 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 Отлично. Отмелькнули. То же самое сделай акценты помощь на первую ноту в каждой секс-толе. Два. 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 Какие ноты выделяла сейчас? Ничего. Ничего? Не заметила? Ля. Ну да. Правильно. Правильно. Зачем я спросила Аню? Не хотела ее ни в чем поговорить. Просто хотела вам рассказать, что есть еще закономерность, которую я заметила, которая, мне кажется, помогает быстро читать листа. Если мы играем драматическую даму по четыре ноты, то у нас всегда ударения падают... Смотрите, на примере... Мы все обычно от до начинают, да? На какие ноты падают ударения? До, ми, соль, диез. Если мы посмотрим, что это за аккорд такой, то это аккорд увеличенное призвучие. Дойду, проверю, сразу покажу. Зачем эта информация нам нужна? Увеличенное призвучие мы будем говорить в другой день. Но, тем не менее, зачем нам эта информация? Если я сижу, опять же, в оркестре и читаю с листа, например, или, опять же, ну не в оркестре, в другом каком-то месте, нужно прочитать с листа. Если я вижу кроматическую даму, вижу, с какой ноты она началась, и знаю, что она пойдет шестнадцатыми по четыре, то я уже знаю, в какие ноты будет опора. Просто заранее уже знаю, не когда буду играть, а до того, как я начала играть. И точно так мне это помогает. Я думаю, что и вам тоже будет помогать. Ань помогает, когда встречаешься с ломатической дамой? Вот это, да? То есть, начинается от ре, например. Я уже знаю, что у меня точно будет опора на ре, а по диеса на ля диес. Или себе мод, как угодно там его назови. Вот на ноты увеличенного призвучия. Соответственно, если мы играем приолями, то у нас опора будет на ноты уменьшенного с автоаккорда. И это тоже помогает. Ну и последнее. И последнее, когда мы играем со столями, то опираемся на основной нот и на тритон. То есть, там, не знаю, четвертая, повышенная или пятая, помешенная. Тритон. Но вы все можете тритон построить. Если я играю до, то это точно будет до, фа, дес, до. Все. Помогает. Кто, ну, как это я говорю? Не уверен, померьте на слово. Помогает действительно. Ну и на будущем просто возьмите сами попробуйте. Переходим к упражнениям. Что мы делаем кроме вот этих три октавы? Разными штриханиями. И обязательно по четыре, по три и по шесть. Это прям очень важно. Начнем, наверное, с самых наших вот простых. Винтовых, как я их называю, упражнений. Это триоли. То же самое, что вы играете в гармах. Аня сейчас покажет. До самого ветра. Темп тоже не берите-ка быстрый. Постарайтесь тоже на кампе звучать, как очень красиво. Но Аня уже играет быстро в темпах. Естественно, уже там все выучено. Триоли. Играть можно разными штрихами. Сейчас сыграем, опять же, с акцентом и трескеговодом. Триоли от каждой ступени. Нет. Простые. То есть обыкновенно от каждой ступени. И выстроим подряд триоли от соседей. Потом со следующей ступень. От до. От до диеза. От ре. От ре диеза. Что там будет? Там будет очень удобно, что пальцы все время возвращаются на предыдущую аппликатуру. Играть под чуваком. То есть посырали голову Догие-с-Рай и вернулись на тот же Догие-Ест, который только что был. С акцентами на трескеговодом. Нет, 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 нет. Нет. Не, просто ноги просто пахлиить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И вот там я сразу спросила меня, а какие опивания? Так вот дальше получается, что кроме вот этих триолей в том виде, который мы сейчас показали, и эти же самые, по сути, триоли, но можно сыграть еще двумя способами, которые тоже встретятся, и если их не отработать, они могут немножко напугать. Мы берем просто основной тон и делаем опивание через нижний полтон, либо через верхний. Через нижний сейчас покажем, да? Будет, если от ноты до, то до си до, потом от до дьезда. Видите, мы взяли самую ноту, опустились на пол, то до вниз и вернулись на ту же самую ноту. Просто по пальцам, и потом заметить, это будет то же самое, что в предыдущем упражнении, просто акценты окажутся на других нотах, но визуально, как и в тексте, когда встречаются вот эти опивания, они сначала путают, если их, опять же, не отработают. Если отработают, то нет. Через нижнюю ноту опивания. Субтитры создавал DimaTorzok Отлично, молодец. Опять же таки, мы, конечно, добавляем разные штифи. Сейчас Аня играет регатом, сейчас мы пошли как-нибудь по-другому. Через верхнюю ноту опивания, через верхние полтона. Аня все это делала, поэтому она молодец, она и летом позанималась. Давай сделаем две регаты, есть такая тара-та-та-та-та-та-та. И немножко акцитируем первую ноту. Зачем мне нужен концент? Почему я все время пристрою с акцентом? Во-первых, мы отрабатываем артикуляцию дыхания. То есть у нас тренируются мышцы чумота. Это нам очень и очень важно. Во-вторых, пока вы начинаете заниматься вот этими упражнениями, этим акцентом звено для вас становится более ясно. То есть не сливается со вторым звеном, и не уходит в какую-то такую вот чуть-чуть кашу. Мне кажется, что это прямо вот и для пальцев, и для головы очень полезно. Две беда-та-та-стакката приори, через верхнюю ноту опивания. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Аня, абсолютно. Абсолютно хорошо. Молодец, Милочка. Что могу сразу посоветовать? Упражнение уже у меня-то отработано, и поэтому звучит замечательно. Все так, вот думаешь, ничего себе. Как начинать заниматься, опять же, чтобы не было страшно, делите на три октавы. Поснимайтесь в одной октаве, в первой сначала. И естественно, как я вчера говорила, медленно темп, конечно, не идите там во вторую. Пускай сегодня будет в одной октаве, но с головой, попытаясь все понять, осознать, прочувствовать и, опять же, красивым звуком. На другой день пускай будет вторая октава. Третья октава, совсем медленно, чтобы ее не боряться, но осваиваем так же, одновременно с первой и второй. Стараемся третью подтянуть к ней, чтобы она была не хуже. То есть, в разных октавах делаем. Так, дальше. Кроме триолей, соответственно, можно сыграть любыми другими ритмическими рисунками, набирая, вот мы сыграем по три минуты, давайте сыграем по четыре, либо квартоли, это подряд. Потом можно играть с квинтолями, по пять, с эксдолями пошлить. То есть, опять же, продолжий ряд. Если вы выучили уже триолями, то логично, что можно предположить, а может быть еще квартоли от каждого тона, а там дальше. Это просто само собой, и это правда используется. Опять же, это тоже встречается. Пусть это может быть не... Ну, я советую разобрать сразу, а выучить сначала вот триоли и квартоли, дальше станет они скучно. Или у тебя пинтоли, сепстоли, септоли, актоли и так далее. Квартоли, покажи, пожалуйста. Квартоли, давай сделай кое. Я не сказала еще, что мы еще переворачиваем. Мы в триоли еще играем сверхние ноты просто. Так же, как в гамоте я просила. То есть, ре, ре, ми, виоле, ре, ми, ми, па, ми, ми. Покажи, пожалуйста. Если можешь, просто так, давай. Смотри, ребята. Музыка. 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 Триоли я учила на первом курсе училища довольно долго. Сейчас я вам, ребята, честно говорю, сейчас учат это все гораздо раньше. Сейчас училище приходит, обычно уже все это в руках. Поэтому берите на вооружение уже сейчас. Ну вот триоли я учила, учила, выучила и говорила, ой, как я в ритмозле играю. Да, прям здорово, ну потому что от аппарата мне очень удобно. Потом в квартале, я понимаю, что мне это совсем неудобно. В чем там заковыка? Заковыки никакой нет, но там мы возвращаемся не на предыдущую ноту. Не на предыдущую аппаратуру, а делаем скачок. И когда мы играем квартале, то получается скачок у нас на большую секунду. Если мы сыграем квартале, то будет на малую терцию скачок. То есть вот об этом еще подумать. О том скачке, который с последней ноты на первую ноту следующей фигуры. На меморе дошли, а до. Потом это здесь. И так далее. И так далее. Да, внизу, конечно, самая заковыриста из основной нотки, которые не хотят браться в нужной скорости, но, видимо, значит, поэтому к ним нужно обратить, на них больше внимания надо обратить, так же, как на третью октаву. Потому что бывает, что нужно никто не будет спрашивать. Прошу, у тебя там ноты берутся, мне на первой октаве надо иметь быстрее играть тоже. Начнем только упражнение, перевернем. Тоже вверх тормашками, то есть с верхней нотами мы их тоже играем. Как это упражнение повлияло на тебя? Ну, вообще, вот, ну, когда начала вот эти винты играть, у тебя появилось ощущение свободы? И свободы, и в пальцах. И, знаете, то есть получается, что все-таки мы доводим до автоматизма. Хроматическая гамма, правда? Хроматическая гамма уже, мы не думаем там ноты, хотя, не знаю, мне кажется, я думаю все равно, но пальцы уже точно играют на автопилоте, им удобно, потому что, ну, большая работа проделана, и мы забиваем их в гребучку, в простоматический режим. Теперь, еще одно очень хорошее упражнение, прям совсем для начинающих, кто еще хроматизм не трогал. Сразу оговорюсь, тоже делайте в разных октавах. И то, что я сейчас покажу, сейчас зайду, сейчас скажу, мы играем по хроматизму, вот начиная, опять же, от любой ноги, но я сейчас показываю одно тэдо. Играем от до до рэ, то есть у нас шаг идет на большую секунду, уже наверх, и обратно. И с повторением. Темпе, в котором у вас хорошо шевелятся пальцы, которые они вместе переходят, чтобы было не скучно, добавляйте разные шпихи. Минимум 4 повторения. Дальше. Мы начали от до, сыграем до рэ. Добавляем еще одну большую секунду. Как анет получается? Добавляем до рэ. До какой ноты теперь? На ноте ми. То есть мы от до играть, сначала с края и вторая, добавляем еще одну большую секунду. До ми. До диеза, потом, то есть еще одну добавляем в большую секунду, но все время от ноты до. То есть, ну, вот я сейчас показываю от до. Понятно, что можно играть с другим другим нотам. Я группирую по четыре. Я все время группирую по четыре. Это ритмически очень удобно. То есть сыграла от до до рэ, потом от до до ми, потом от до до по диеза, причем ударение на по диезе не получается, потому что мы по четыре играем. Кто скажет, как к следующей ноте будет? Сло диез, правильно? Следующая. Для диез или семоль, правильно? И последняя октава, то есть осталась последняя нота до. Вот комплекс такой. Он небольшой. Я вам показала у второй октавы. Это на самом деле самое простое. И начинайте у второй октавы, потому что потом в первый, потом в третий. Но это же не все. Переворачиваем и играем отвертые ноты. Анечка сейчас покажет. От до третьей октавы сначала до седьмой. От до до седьмой. Не в четвертый, а в третьей октавы. Тоже делим. Да, переворачиваем и садов. И дальше спускайся. На какой нибудь будешь. Принято. Отлично. Тоже делайте маленький акцент теперь. Дальше. На входе резы будет. Дальше. А до до входе резы. Дальше. На входе резы будет. Оконечно. Дальше теперь. Дорая. Дорая. И последнее. Все развернули полную антаву. На коду. Все хорошо. Нормально, да? Мне это упражнение кажется тоже одним из самых-самых полезных учетов для тех, кто только-только начинает. Потому что пока мы повторяем, мы так уже не думаем. То есть мы действительно как раз на афтопилот переставляем все это. Но пальцы работают и привыкают. Какие особенности? Надо ему играть обязательно ритмично. Разные штрихи. Это чтобы не соскучиться. Это чтобы проработать много разного. Сыграй, пожалуйста, сейчас не от до, а от до диеза и дубль штрихов. Ну, то, что я сегодня говорю. Давай подряд. Ну, тир сначала. От до диеза. Вот это же упражнение. От до диеза. Давай, давай, сфунктируем. Да, да, да. Все правильно, все правильно. Просто пока играете, думайте, какая следующая нота, на которой вы будете играть. Сейчас от до диеза до ре диеза, да? Значит, потом следующая, пока играешь, думаешь, как еще на фа, на соль. Дальше. 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 Дальше до ля. Длиннее уже под два раза повторяется. Дальше до си. И на до диеза. Вот показала, да, от до диеза. Обрат, сейчас от ре попробую, и сразу обратный пунктир. Аня, за это. Пожалуйста. Тадо, 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 тадо. Относится и слышу. Смотрите, что здесь на слух получается. Если мы ничего не делаем, то мы говорим, что тадам, 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 тадам. На верхнюю ноту получается ударение. Но слышится так. А нам надо на первую. Обратный пунктир. Сильная нота первая. Тадо, тадо. Таким образом мы заодно научаемся верхнюю ноту приструнять чуть-чуть, то есть играть ее котишек, заставить ее, ну не заставить, а научить ее не вылезать тогда, когда не надо. Потому что как только мы начинаем говорить о позировке, у нас есть длинная фраза с одной какой-то кульминацией, очень часто мешают скачки на верхние ноты, интервалы какие-то широкие. Верхние ноты все время кажутся громче, но мне кажется, что они такие есть на нашем инструменте. И нам надо научиться вот эти верхние ноты играть потише, чем ниже. Это, наверное, самое сложное. Так, очень хорошо. Что мы еще не знаем? Давай от мебиоли начнем дубль штрихом. Просто покажем, что это упражнение сейчас. А что еще тут делать? Ой, чуть-чуть, не миленький. Отлично. Пропустили кусочек. И от верхнего мебиоли вниз спускаемся тем же дубль штрихом. Дальше. Спасибо. Вот. Собственно, на самом деле, по-моему, это вот все упражнения... Забыла я что-то по-хроматической камере. По-моему, все... А? Интервал. Интервалы. Я забыла. Интервалы тоже реально непродвенуты. Но, опять же-таки, мы же в гамме играем интервалы, да? Обыкновенные гамме. Вчера я рассказывала, секунды, редакция, редакция и так далее. То же самое идет в хроматической гамме. Конечно, обычно это делают все-таки уже в училище. И, ну, доставляет не то, чтобы неудобство, но нужно потратить время, чтобы мозгом это все осознать, чтобы построить все эти интервалы, да? Не очень это легко по началу бывает, но не пугайтесь. Опять же, если вы пока это там не готовы там делать и считаете, что вам не надо, но и не делайте, вы знаете, что это существует вообще. Может быть, вам будет интересно, и вы попробуйте. Начинаем с простых малых секунд. То есть от каждой ноты играется малая секунда. Это то же самое, как мы гамму секунды не играли, только простой гамме там секунда какая придется, а здесь, в хроматической, мы уже сами берем. Начинаем малыми секундами. Пожалуйста. Артифляция, так, так. Очень легкое упражнение. Вот это точно вам по силам, потому что каждую, ну, слушайте, это легко, да? До, до, дес, до, рэ, прэ, рэ и так далее. В чем его сложность? А мы сейчас его перевернем, а кажется, что не так, потому что это легко. Переворачиваем эти малые секунды и играем обратно. Я их называю обратно. Переворачиваем эти малые секунды и играем обратно. И большие секунды у Келлера, то есть даже Келлер, это, ну, это еще как бы музыкальная школа, точно совершенно в оранжевую тетрадочку, август 33, да? Большие секунды, обыкновенные, а значит, сыграет две ребята, две стакаты. Тоже мне кажется, что долю есть смысл выделять, просто, опять-таки, чтобы не превратился такой длинный какой-то путь бесконечный, а чтобы было деление на звенье. Очень хорошо. Не играть так быстро. Вы успеваете понимать, что там происходит? Вопросы есть какие-то? Понятно, что там. Переворачиваем эти моменты. Мне сейчас сыграем, пожалуйста, тоже большие секунды, где-то тормашками, тоже две ребята, две стакаты. Все-таки, ну, я понимаю, что если времени мало, то лучше сыграть две ребята, две стакаты. Если время есть, то потом мы добавляем еще вот разные другие штрихи. Не спешите большие секунды, да? 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 Отлично. И Анечку попрошу сейчас еще сыграть большие терции, тоже, как только мы начинаем играть терцию, малый выучил, они, кстати, довольно удобные оказываются, выучил лишь малые терции, и думаешь, ой, ну все, я теперь такой профи, переходишь на большие, господи, опять, как сначала, у тебя так же было? Нет, просто как сначала, потому что абсолютно другие соотношения, пальцев там, интервалы, и здесь важно, как ты будешь думать, мне помогает, когда я играю малыми терциями, я не знаю, у всех может быть по-разному, но мне помогает думать, что это малая терция, это на первой ступени минорами, то есть я их думаю минорами, и у меня факты, ну как-то у меня так легко получается, если надо играть большими терциями, то я представляю, что это на первой ступени мажора, и факты мне легче они скрываются. Еще один, а теперь, наконец, перескочить на малой терции. конечно хочется перескочить на удобный путь вот и все поэтому даже я не советую одновременно мало и отложил и чем-то другим занимались потом взяли большими как совершенно и последнее несложное но нужны кварты кто-нибудь может сказать встречался когда ряд кварт подряд шоу действительно очень редко особенно классики и пожалуй нет нет уже в голову не приходит чтобы квартами или богами или по хроматизму а вот когда мы начинаем играть альпреда козелла такой странный интересный язык там такое все неудобное очень привычное пока не на что он попал там просто серьезно видимо какое-то такое анализаторское мышление что он использовал какой элемент и отсюда получается что если ты этот элемент распознал и если он тебе отработанный ну все ты порой у тебя это все в пальцах уже никаких там нет я вам посоветую сейчас а не покажет начни пожалуйста сейчас чистыми квартами хватит еще звучать 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 не забывать и свободно сюда звучать звучать Дорогие, кто вчера занимался скороворотами, кому было интересно. О, есть один желающий, отличный. Можно с такой какого-либо, Милан, квартами не пробовала, вот смотри, вот сейчас то, что Аня играла, попробуем сейчас сказать дофа, ре, соль, то есть, ну, построить кварты. Дофа, ре, соль, миля, фаси, соль, до, ля. Здесь, кстати, в альтраматизме это не очень помогает, потому что, да, дофа, дофа, ре, соль, миля, миля, фаси, фаси, оно только меняется. Здесь не сильно это помогает, но все-таки просто, чтобы быстрее кварту построить, то можно их построить отдельно и попроговаривать, что за фа идет си, ну, точно, не ля, не до, а вот си, фаси. То есть, связка в мозгу образуется связка врага. И когда мы даже секундой начинаем играть, почему я прошу не играть, а играть, чтобы вот эта секунда именно в связку превращалась в голове. Так, как, если бы вы на протопиано нажимали, вы дверь на данное время не видели, что я могу сыграть хоть с нижней, хоть с верхней, мне все равно. Я помню, что просто у меня в училище, когда я пришла на первый курс в соответствие, у меня была проблема. На верх я интервалы строила хорошо, а вниз очень тяжело. Вот для этого вот это, вот то, что я советую, оно помогает. То есть, опять же, те же ты, не важно, любой интервал, который вы играете, играйте с повторениями. Я вчера показывала вам это, да? Если секунды, то... До того, как вы пойдете прямые или обратные, сыграйте с повторениями. Четыре повторения. Это очень легко и повышается самооценка, думаю, что у меня получается. Наверное, еще играю, я быстро. А потому что думать надо, нет, нет, нет. А от этого мы отрабатываем. И как варты, ну, так же, не будем сейчас показывать, так же играются квинты в романтической гарме. Опять же, конечно, вы можете играть и тритоны, увеличенные кварты, и сексты малые и большие, септимы малые и большие. Аня, кстати, играла все, по-моему, да? Аня в романтической гарме сыграла весь ряд целиком. Ну, октавы тоже самое легкое. Октавы сразу, видите, они легкие. Я считаю, что секунды, терции, и малые и большие, и там малые и большие, кварты – это то, что вы можете прямо вот уже сейчас делать, чистые кварты. Чистые квинты – это на самом деле легко. Октавы – это очень легко. Труднее будут вот это спиритурное, сексты и септимы. Но, опять же таки, как мне это помогло? Однажды предложили сыграть солистам нашего оркестра концерт британской музыки. И там был прям концерт для Клинты и, не помню, 12, по-моему, муховых. То есть Клинта Солимович и все остальные. Так посмотрела, ну, как обычно, современная музыка, знаете, там точно не по орбежу, там точно не по гаммам идет. И думаю, господи, как же это выучить? Опять же, выучить-то я выучу, а как понять-то? Я увидела, ребята, там те самые большие септимы. То есть он подлец такой написал большими септимами на хроматическую гамму. Когда я увидела, я, во-первых, поняла, что она не гамм это давать обязательно, а во-вторых, честное слово, мне стало легче. И, то есть, надо, если встречается какой-то кусок трудный, нужно этот кусок взять, растянуть на все свои три октавы и посниматься им. Все. То есть, на самом деле, это единственная техническая фаза. Последнее, что хотелось сказать, по квартам относительно Козел, Суцеляна и Бурлеска, поиграйте, пожалуйста, цепочки чистых кварт подряд. Аня сейчас сыграет. Построй. Построй, пожалуйста, сомноты до. Медельно. Сады. И я. Парта. Парта. А дэбли. Парта. А дэбли. А дэбли. А дэбли. А дэбли. А дэбли. Сады. Все время. Парта это что? Парта это фанфары. Да? Она совсем же так учит. Пам-пам-пам-пам. То есть, у нее спеть всегда. Правильно. Медельно. А дэбли. Медельно. Медельно. Сады. А дэбли. А дэбли. И мы переходим к занятиям.